Ко Всемирному дню окружающей среды более тысячи мариупольцев вышли на акцию «Я хочу дышать». Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать! Хочу дышать! Участники митинга требовали от метагургических предприятий группы Метинвест сократить объемы выбросов. За последние несколько лет это самая масштабная экологическая акция в Мариуполе. Я из окна прекрасно, каждый вечер видно сизое небо и запах жуткий. Мы регулярно с моей супругой в фейсбуке постим фотографии, сделанные из окна нашей кухни, с которой очень прекрасно видно два завода и на закате, и на рассвете, и в течение всего дня. У меня мама лежачая, я балкон не могу открыть и проветрить, я не могу по центру города погулять. «Каждый день, когда я езжу мимо на левый берег, ну надо брать что-то, какой-то противогаз с собой». На акции собирали подписи под экологическим манифестом. По словам инициатора мероприятия Валерия Аверьянова, в первую очередь манифест адресован собственникам металлургических предприятий. «Если у них есть такие свободные средства приобретать активы в Западной Европе и соблюдать требования жесткого экологического законодательства по нормам ЕС, то не нужно делать Мариуполь городом страны третьего мира и безбожно травить жителей». Борьба за чистый воздух в Мариуполе длится уже долго. Шесть лет назад волна экологических митингов, проходивших в городе, вынудила Мединвест закрыть устаревшие коксовые батареи медкомбината имени Ильича. Сейчас, несмотря на спад производства, о котором говорят топ-менеджеры заводов, жители города постоянно фиксируют темный густой дым, который валит из заводских труб. В середине мая в связи с резким увеличением выбросов, активисты написали на руководство Азовстали заявление в полицию. Вопрос экологии громко звучал и на сессии Мариупольского горсовета. Превышение по выбросам фиксировала передвижная лаборатория. «В мае месяце из семи выездов передвижной лаборатории только в двух случаях мы не фиксировали превышение. Превышение по максимально разовым предельно допустимым концентрациям. Речь идет как о сероводороду, так и по ЦО». Многие мариупольцы уверены, выбросы металлургических предприятий негативно отражаются на их здоровье и могут повысить уровень онкологических заболеваний. По данным областной статистики, в 2017 году на одного жителя Мариуполя пришлось 600 килограмм выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Специалисты говорят, экология – это один из нескольких факторов, который влияет на развитие онкопатологии. «Самые уязвимые в этом плане, безусловно, это органы дыхания. Это однозначно. Но не только онкологическая проблема. Есть масса заболеваний неонкологических в органах дыхания». Недавно генеральный директор завода «Азовсталь» Энверт Китишвили выступил в прямом эфире телеканала МТВ. Жители могли позвонить в студию и задать свои вопросы. Большинство из них были о том, что руководство предприятия делает для снижения выбросов. В ответ звучали обещания. «Азовсталь через 4 года будет самым современным в мире, на мой взгляд. Это самые современные печи будут, которые, если при норме в Европе 50 миллиграмм, как я уже говорил, на куб, они выбрасывают сегодня 22-24 миллиграмма». Энверт Китишвили говорит, «Только к 2021 году будет полностью готова проектно-сметная документация, потому что монтаж очистных сооружений планируется на фундаментах, построенных 50 лет назад. Основная проблема – безопасность при дальнейшей эксплуатации». Проблемы экологии затрагивают не только воздух и здоровье, но и Азовское море с его обитателями. В начале мая на побережье в окрестностях Мариуполя жители стали находить мертвых дельфинов и бакланов. Почему гибнут животные – неизвестно, но одной из причин может быть экология. Влияют на ухудшение экологической обстановки не только металлургические заводы. 4 июня в Киеве министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш презентовал доклад об экологической ситуации в целом по региону. Затопление шахт и регулярные артобстрелы могут привести к экологической катастрофе. Многие промышленные предприятия Донбасса сейчас находятся на линии разграничения. Любое попадание снаряда может привести к выбросу вредных веществ в атмосферу, воду и грунт. Министр говорит, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо прекратить военные действия. Это означает, что Российская Федерация, Украина и ОБСЕ должны согласиться, что в таком-то месте, где находится наиболее критичная инфраструктура, должна быть создана зона безопасности, так называемая. То есть, нанесены на карту все объекты, все военные должны отойти от этой зоны, они не должны там перебывать. На Донбассе находится большое количество промышленных предприятий. И вопросы экологии волнуют жителей региона. К сожалению, военные действия лишь расширили пул экологических проблем. И пока идут обстрелы, решить их практически невозможно.